Приветствую вас. Я думаю, что ситуация ваша, конечно, весьма затруднительна. Я вам сочувствую, сочувствую, что вы в этой ситуации оказались, вот, сочувствую, что вы попали в эту ситуацию, но с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, я не могу не заметить, что у вас есть повторяющиеся паттерны поведения, по крайней мере из того, что вы описываете. Какие это паттерны поведения? Ну, в первую очередь, это пропуск того, что вам важно. Это, как бы, ну, совершенно очевидная история, то есть, когда вам что-то не нравится, вы просто терпите, да. Второе, это самооценка. У вас есть какое-то восприятие себя достаточно обесценивающее, вот, и если вы обратите своё внимание на то, как, собственно, с вами выстраивались отношения, да, то вот вы говорите, вот, моё счастье пришло. То есть, по факту, по факту, вот с этим мужчине, о котором сейчас идет речь, вы не дали себе возможности узнать его, вы не дали себе возможности понять его. Вы, мне кажется, вы, мне кажется, увидели в этом возможность для себя получить наконец то, что вам нужно. Вот. То есть, это некоторое счастье, ответственность за которое не все другой человек. Понимаете? Вот. Потому что вам хочется, там, чтобы вас любили, вам хочется ласки, хочется любви и так далее. И это нормально, что вам этого хочется. Я не говорю, что это что-то плохое. Но тонкость здесь в том, что вы не относитесь к себе так, чтобы к вам хотелось так относиться со стороны мужчины. Если вы себя обесцениваете, а вы себя обесцениваете, то к вам будут относиться вот так, как относится этот мужчина. Потому что он уверен, убежден, что никуда вы от него не денетесь. Он уверен, убежден, что вы его и что без него вы никто. Хотя, это неправда. Это не может быть правдой. Но вы позиционируете себя вот так. Вы позиционируете себя как такого человека, который не может справиться без другого варианта. И сейчас, когда вы пытаетесь принять решение, здесь же по факту тоже самая проблематика, как мне кажется. Это проблематика, связанная с тем, что вы не можете опереться на себя, принять решение. Вы вроде бы и протестуете против тех, кто говорит, что ребенку нужно оставить, но в то же время говорите о том, что сами вы не знаете, как будете поступать. Вот. При этом, вроде бы, четкая позиция у нас есть, вы говорите, что не хотите, а она воспитывает ребенка, не хотите быть одной во время беременности. И это, в принципе, более чем понятно и более чем адекватно. То есть, ну вот так вот у вас это выглядит. И как бы это нормальная проблема, в том, что вы не готовы вернуть себя ответственность. Такое ощущение, что вы отрицаете вероятность того, что какой бы выбор вы не сделали, вы сразу что-то потеряет страну, будь тяжелее так или меньше. Вот. Если вы обратите внимание, то увидите, что изначально в отношениях вы как будто бы не доверяли. То есть, вы хотели, чтобы дети, мужчины подтвердили версию. А версию, которая нам предлагали, что означает, что у вас доверия к нему не было, а от себя не доверяли. И вот нечеткость личных границ ведет к тому, что вам хочется получить подтверждение извне. Ну, как бы, извне подтверждение получить себе, в своей машине. Вот. Это, как мне кажется, довольно важный момент. Потому что, опять же, свидетельствует одно, что вы себе не совсем полностью, мягко говоря, доверяете. Мне бы хотелось, чтобы вы себе доверяли, ну, как минимум больше. Оказывается, вы как минимум этого достойны и как минимум этого заслуживаете. Вот. Но у вас, если в начале было вдохновение мужчины, то сейчас вы, наоборот, его как будто бы пытаетесь объяснить. Вот. Тут важно понимать, что как бы вы его не обесценивали, я имею в виду мужчину, как бы вы этого не делали. Все равно вам нужно на что-то опереться. Все равно вам захочется на что-то опереться. Все равно вам потребуется на что-то опереться. И вы будете пытаться это делать, если вы не можете опереться на себя, то вы будете опереться на других людей. Вот. Поэтому, собственно, вы и пытаетесь, возможно, в какой-то степени обесценить сейчас этого мужчину. Вот. Потому что так вам легче, так проще, но... Это не решает, что называется, проблемы, вот, в ваших отношениях и в вашем восприятии себя тоже. Касаемо ребенка, касаемо ребенка, ну, сам неразный вид. Мнение они, как правило, различаются, но... Два принципиально разных, это за то, чтобы оставить и против того, чтобы оставлять. И мне кажется, что очень важно, чтобы принимали решения, опираясь на себя. потому что ж не твое, потому что ребенок будет твое, а что они считают. И если противоречить, что сейчас происходит вашему существу, вашему естеству, как говорится, то на этом нужно делать упор. И привлекать к тому, что опираясь на себя, вы совершаете какой-то выбор внешний, ничем не отличающийся от других, но внутренний, являющийся продвижением того, что вам важно, являющийся проявлением вашей силы. При том, что вы точно так же можете терять какие-то вещи. Точно так же вы можете чем-то раскаиваться, и вам нужна помощь, поддержка, вне зависимости от того, какой выбор вы сделаете. Поэтому решения за вас никто не принял, а самооценкой и выращиванием в себе самоценности можно и нужно работать, но только если вы этого сами хотите. В целом, я бы здесь, особенно в контексте мужа Тирена, я бы порекомендовал бы изучить треугольник Карпмана, чтобы вы просто понимали более подробно о чем идет речь в контексте треугольника Карпмана, вот, и какие-то обычно для человека несят проблемы, и что с этим можно делать, какая нужна, в чем нужна помощь вам. Вот так, в принципе. На что хотел бы обратить еще внимание, вот вы пишите, значит, сейчас я, вот, я поступил нечестно в первую очередь с собой, я подумал, но все равно у меня пока есть швы, все равно еще долго психологически буду проживать и переживать, но все равно еще долго не смогу, значит, вступить в интимные отношения. И поэтому я соглашаюсь на интимные отношения с мужем. Ну, с вашим настоящим мужем, который вот сейчас есть, с которым вы еще не развили. Вы соглашаетесь на интимные отношения с мужем, а после этого выбегаете из квартиры. Вот понимаете, что здесь есть противоречия, ну, болезненный конфликт, конфликт. Он болезненный, он очень болезненный, но он есть этот конфликт. И ваша задача, как мне кажется, как мне кажется, ваша задача заключается в том, чтобы увидеть этот конфликт, увидеть стороны этого конфликта и постараться их примирить. Потому что этот конфликт, как мне кажется, он имеет влияние на всю вашу жизнь. И в том числе из-за наличия вот такого конфликта. Самооценка, да, стыд, некоторое отчаяние, позиционирование себя как человека менее ценного, чем другой, неважно кто, вам это мешает. А все то, что происходит, является следствием, следствием этого. Ну и того, что вы, безусловно, не опираетесь на себя и, вероятно, даже не замечаете того, что с вами происходит порой. Поэтому тоже нужен психолог, психолог, чтобы помочь вам, ну, как-то вот, в этом направлении тоже двигаться, чтобы помог вам научиться замечать в себе какие-то вещи, которые, ну, важны и так далее. Не понимаете, о чем здесь речь. Вот, как-то так. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу на выход. Что здесь имеет смысл сделать? Ну, поскольку конкретно сейчас вы решаете, оставить ребенка или нет, имеет смысл, что называется, срочно провести терапию, то есть срочно вам нужно выбрать психолога и с ним пообщаться, чтобы принять решение. Когда решение будет принято, принято вне зависимости от того, каким оно будет, вам нужна регулярная психотерапия для коррекции своих подговорей и условностей, потому что мужчина старший вас на 23 года, это больше про детско-родительские отношения. Это больше про отвержение, про проблему, признание себя любимой и так далее. Вот. Это очень важно. Удачи вам. Всего самого доброго.